День воскресный, начиная с первых церквей, праздновался постоянно христианами. Если раньше праздновали субботу, и Господь, давая народу израильскому десятисловия, сказал в четвертой заповеди, что надо соблюдать субботу, потому что Господь за шесть дней создал всю вселенную и в седьмой день почил от трудов своих, то сорок лет спустя, в книге Второзакония, в пятой главе, Моисей еще раз повторяет все эти законы этому молодому поколению, которое родилось и выросло за время сорокалетнего странствования израильского народа по пустыне. И здесь, описывая четвертую заповедь, Господь говорит, что день субботный надо соблюдать, но не по той причине, что Господь в течение шести лет создал всю вселенную, а Он говорит, чтобы народ израильский помнил, что величайшее событие Ветхого Завета был исход его из Египта. День субботный должен напоминать израильскому народу о том, что они были в рабстве в Египте, поэтому этот день изменил, и день сменил свое значение. А уже в новозаветнее время мы знаем, что для Церкви Христовой выход народа израильского из Египта не имел особого значения. Оно великое событие в истории, оно никогда не потеряет свое значение как таковое, но не для Церкви, а для израильского народа. Величайшим событием Нового Завета было воскресение Иисуса Христа и сошествие Духа Святого, и это оба было воскресение. Поэтому Церковь празднует ни в одну субботу, а воскресение, хотя в церквях и были многие евреи. И мы читаем в ряде мест священного писания, что народ Божий собирался в день воскресный, и Христос сам бывал в их среде в первый день, когда Он воскрес, и во второе воскресение Он опять был. И Павел был среди этого народа Божьего, 20 глава Откровения, они совершали вечерю Господню, они имели свое служение. Павел пишет в первом послании к Коринфянам, 16 главе, во втором стихе, что пожертвования для Иерусалимской Церкви собирались в воскресение, в первый день недели. И вот этот день воскресный для народа Божьего, для Церкви Христовой, с первого столетия, с самого начала основания Церкви был особым днем. Продолжение следует...